Девушки отдыхают Добрый день Да, частный наш гость И Михаил Кузьмин, генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области Михаил Алексеевич, добрый день Добрый день Реже у нас бываете и у нас вы впервые, насколько я понимаю, в новом качестве То есть уже не ИО, а генеральный директор Да, впервые Впервые, отлично Дебют Дебют Так, ну мы к теме капремонта немножечко попозже перейдем Изначально все-таки хотелось бы к теме мусора обратиться Это такая горячая вообще на самом деле история Да, мы уже второй день про нее говорим Да ладно, второй день Я бы сказала, мы вторую неделю про нее говорим Нет, мы просто здесь второй день подряд мы уже про нее говорим С разных сторон Завтра в администрации Первомайского района Территориальное управление по Первомайскому району Пройдет семинар ТБО по-новому Который организует Центр общественного контроля Так, Сергей Николаевич? Да Так, на кого рассчитан? Зачем? О чем будете рассказываться? Значит, уточню где? Роза-Лексембург-3 Для тех, для кого Первомайский район, Терри управление Не очень понятно Это рядом с Федоровской церквью Да Когда? Завтра в 16.30 Для кого? Для активных собственников Для тех, кому вопросы коммунального хозяйства не безразличны И вообще для того слоя общественника, в котором это интересно Это может быть любой житель Любого дома Это не значит, что старший по дому Это не значит, что какой-то должен быть чин, или звание, или должность Чтобы прийти и принять участие Просто любой человек, которому это интересно, может прийти Абсолютно верно Вход свободный называется И вы будете разъяснять, что нас ждет в ближайшем будущем Я так понимаю, это с вывозом отходов Не вы Разъяснили бы им не мы Мы позовем фактически уже сложившегося оригинального оператора Представителей компании Куприд Мы, по крайней мере, выразили желание завтра выступить Березинки Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по работе с твердыми коммунальными отходами Конихов Павел Андреевич Представитель Куприда Пентегова Татьяна Анатольевна Начальник управления по работе с клиентами И кто-то будет администрации города Кирова Там пока не уточняют Но уже подтвердили, что кого-то направят Вполне компетентно говорящие об этим вопросам Я так понимаю, что кто-то, отвечающий за сферу ЖКХ От администрации города, скорее всего, будет Скорее всего И представители Куприда, регионального оператора Будут объяснять То есть людей, на самом деле, в вопросе с мусором Людей сейчас волнует только одно Сколько мы будем платить Нет, Аня, я не согласен Есть еще второй вопрос Сколько мы платим и за что мы будем платить Это понятно, да За что вопрос задается обычно после того, как озвучивается сумма Сколько мы будем платить 150 рублей, сколько, а за что Вот обычно так это бывает Сейчас мы отвечаем на вопрос А что, собственно, там будет Мы там попытаемся ответить на три вопроса Первый, который, получается, меньше всех интересует Обращение с твердыми коммунальными отходами Как новый вид коммунальной услуги Это очень важно По крайней мере, для тех, кто этим профессионально занимается Для них это принципиально Второе Оригинальном операторе и территориальной схеме По обращению с твердыми коммунальными отходами Вот это уже больше людей интересует Потому что Как далеко будет ближайшая свалка от вашего дома Но мы следим И вы знаете и про осинцы, и про все Я думаю, что за два дня года уже наговорились про это И третий вопрос Из чего будет складываться тариф на сбор Вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов Самый, мне кажется, такой актуальный вопрос Но с другой стороны, для того, чтобы понять, почему этот тариф будет именно так Надо понять вообще все это Как это будет работать, конечно Куда будут вывозиться отходы Насколько далеко от твоего дома Все правильно Я точно уверен, что это не последний семинар Потому что Сегодня, учитывая наш состав Когда запускали программу капитального ремонта Мы тоже вспоминаем Что да, очень похоже это все Вот два года мы говорили, говорили, разъясняли, уточняли Вносили изменения, в том числе в законодательство По итогам реализации Я думаю, что под такого вопрос настолько же непростой И точно так же А может быть даже более актуальный Потому что под капремонт далеко Не все сталкиваются с этим сегодня А с мусором все столкнутся Вот с этой проблемой С мусором 1 января уже все поголовно Мало того Все-таки капитальный ремонт Он взимается с квартиры По количеству квадратных метров В общем-то все логично Сбор за вывоз ТБО Он будет взиматься с человека И тоже все логично Все логично, совершенно верно Но смотрите, одно дело Если ты живешь один Или у вас двое взрослых Которые производят большое количество мусора Я бы так сказала А другое дело Если это молодая семья У которой трое детей Извините, пожалуйста Ты хочешь сказать, что маленькие дети Производят мало мусора? Нет, я понимаю Подгузники и все остальное Хорошо, хорошо Они, может быть, производят много мусора Николай, но за пятерых человек По 150 рублей за каждого в месяц Это внушительная сумма получается Извините К платежам за ЖКХ Каждый месяц добавится огромная сумма В этом, Анне, с тобой трудно не согласиться Потому что, тем более, молодая семья Для нее каждый рубль, собственно, важен Особенность, ты говоришь, что много детей Поэтому важен первый пункт Да, что это новая коммунальная услуга Вот я из всего, что разъяснялось Насчет вывоза ТБО и коммунальной услуги Поняла только одно Раз это коммунальная услуга Значит, люди, которые имеют право на льготы Люди, которые имеют право на субсидии Могут ими воспользоваться И относительно этой услуги тоже Так ли это, да? Да То есть на таких же точно общих основаниях? Конечно Вот видишь Значит, так, время завтра 16 часов 16.30 Если человек будет опаздывать с работы Вы пустите его, не закройте дверь? Да, конечно То есть, и примерно там Вот на какое время это рассчитано? То есть до 7 часов? Вы знаете, мы у себя До 6, обычно Мы обычно у себя по вопросам ЖКХ Планируем все на час Стандартное такое время Когда люди успевают информацию обрабатывать Которая поступает Но традиционно полтора-два часа Там наверняка вопросы будут? Ответы на вопросы, конечно То есть, в принципе, если человек пришел Он может задать свой какой-то вопрос Который его тревожит, да? Это обязательно правило для таких семинаров Я недавно, недавно вспоминала капитальный ремонт Потому что с капитальным ремонтом Была точно такая же история Когда вводили капитальный ремонт И собирались вводить этот сбор Мы в нашем эфире регулярно рассказывали Люди, вас ждет вот это Вот вам придут платежки И все равно, когда пришли первые платежки Это вот Только больше вопросов стали Там телефон, Николай, он не замолкал Я знаю, я тоже работал в СМИ в то время И было то же самое То есть, казалось, что все уже объяснили В чем все понятно вроде А потом, как только началось Вот, собственно, когда бумаги стали приходить Ясно Выяснилось, что 80% жителей Про это вообще никогда не слышали Да, да, да Именно так Хорошо, семинар завтра Те желающие, кто может прийти, завтра приходят С моей стороны, все-таки Вот для людей, работающих Может быть, по возможности Вы как-то пересмотрите на будущее время Организации семинара Я понимаю, что у вас тоже рабочий день Который должен закончиться Во вменяемое время Но вот, может быть, все-таки Немножечко попозже еще проводить Не в 16.30, а попозже Либо, может быть, в выходные дни И вот рассмотрите, пожалуйста, такую возможность Это из пожеланий на будущее Сергею Улетину Мы пойдем на небольшой перерыв Конечно, мы пойдем на перерыв Сменим тему Программа «Дневной разворот» продолжается В студии по-прежнему Николай Голиков И Анна Лапшина Наши гости Сергей Улетин и Михаил Кузьмин Генеральный директор фонда капитального ремонта Специально на этом останавливаюсь Потому что мы разворачиваемся Переходим от темы вывоза отходов К теме капитального ремонта В части Изменения возможности для людей Копить деньги на капремонт По этому поводу мы уже анонсировали В начале нашей программы В первом часе Что у нас проводится опрос На сайте «Эхо Москвы» И нашей группе ВКонтакте Вопрос очень простой Дом, где я живу Копить деньги на капитальный ремонт Двоеточие Четыре варианта ответа На счете регионального оператора То есть у вас в фонде капремонта На отдельном счете Честно говоря, не знаю Такой вариант ответа Я думаю, что он довольно частый Я предполагаю И последний вариант Живу в собственном доме Никому не плачу Что у нас там Говорят наши слушатели Значит половина наших слушателей Из тех, кто проголосовал В вопросе Отвечает, что Копят деньги На фонде регионального оператора То есть Платят фонду капремонта На отдельном счете К сожалению Всего один Один проголосовавший Да Шесть процентов Один проголосовавший человек Честно не знаю Тридцать семь процентов Живу в собственном доме Никому не плачу Тоже шесть процентов Не очень такой Получился репрезентативный Да Мне кажется Все-таки Большинство людей Все-таки Ну вот по моим ощущениям Действительно Оплачивает Деньги Именно Фонд капитального ремонта Третий вариант Ответа Честно говоря Не знаю Он тоже Относится к тому же Случаю Потому что люди Просто не интересуются А скорее всего Деньги поступают В фонд капремонта То есть Приносят к этой точке Люди их оплачивают Да Напомню Что Есть возможность И фонд капремонта Платить И дому завести Отдельный Лицевой счет Куда будут поступать Эти средства Но соответственно Дом уже сам должен Решать Как их распределять И на какие нужды Эти деньги могут пойти Ранее И сейчас Все еще Здесь как раз Мы сегодня Почему решили Встретиться в таком составе Что произошли изменения Законодательные На уровне региона Да Правильно говорю В минус четверг Они были утверждены Окончательно Раньше срок перехода Со счета регионального оператора Занимал год После принятия После принятия Закона проекта Он будет занимать Полгода Но вступит в силу Этот закон Еще не скоро А почему Да Он вступит в силу С 1 января 2020 года Но основная Причина В том Что у нас На сегодня Утвержден Краткосрочный план До 2019 года То есть 2017-2019 год И в план Уже Включены Многоквартирные дома Которые Запланированы На которые Собираются взносы То есть Поэтому С 2020 года Чтобы мы успели Запланировать Перестроить И чтобы Сбор средств Запланированный В год Он не повлиял Ну вот этот переход Не повлиял Значительно На реализацию плана Но я правильно понимаю Что срок перехода Год Он ведь по прежнему Сохраняется То есть люди Которые сейчас Например Захотят инициировать Переход на отдельный счет Они могут подать документы И через год Они от вас убегут Конечно У людей Это право Оно было и есть Перехода на спецсчет Единственное Что изменилось Срок Вступления в силу То есть Тот момент Когда деньги Которые были накоплены Собственниками На счете регионального оператора Будут перечислены На данный Открытый специальный счет То есть В данный момент Это происходит Через год После Даты поступления Протокола общего собрания Региональному оператору То есть фонду Будет сокращен До полугода То есть Это позволит Быстрее Собственникам Реализовывать Допустим Необходимость Проведения Капитального ремонта У кого это Назрело Но собственно говоря Вся остальная Эта процедура ведь Не изменится Ничего не меняется Меняется только срок Перехода на специальный счет Это не скоро У нас время идет Очень быстро В рамках реализации Программы Это срок Незначительный Я правильно понимаю Что фонд капитального ремонта Не заинтересован В том Чтобы людей Которые заводят Отдельные счета Было больше Ну Нам абсолютно Да Мы не заинтересованы То есть Это никак не влияет На работу Практически Регионального оператора Это предусмотрено Законодательством И активные собственники Которые желают Самостоятельно Распоряжаться Средствами Они реализуют Это право То есть На сегодняшний день У нас Порядка 11% От общей численности Многоквартирных домов Собственники Это по Кировской области? Да По Кировской области По всей области По всей области Ну Показатель этот растет Но растет Не очень высокими темпами Именно поэтому Вы решили Вот До 20-го года Вступление Не вы в смысле А депутаты Отложить Чтобы не было Взрывного роста Такого людей Которые от вас Побегут Отдельные счета Организовывать Возможно А мне все время Слово тебе нравится Побегут Мне кажется Тут никто никуда Не бежит Процесс такой Довольно-таки медлежит Да ладно В основном Надо признать Что данным Правом Пользуются В основном Собственники Новых Многоквартирных домов У которых Срок Проведения Капитального ремонта Еще не скоро Ну и в принципе Работы никакие Прям вот в ближайшем будущем Им не нужны Такие капитальные Дорогостоящие Раз дом новый В принципе Он еще на гарантии Что-то там делает Застройщик Ситуации разные Бывают То есть у нас Бывают Мы знаем Случаи Когда застройщики Они допускают Те или иные Нарушения Которые проявляются Уже после гарантийного Срока И наверное Собственникам Необходимо иметь Какой-то резерв Средств На спецсчете Допустим Если мы его Рассматриваем В данный момент Чтобы Выполнить Какие-то работы Которые необходимы Тот же ремонт Кровли Или системы теплоснабжения Я насколько помню Когда Только вносился Вот этот законопроект Сокращение сроков перехода У нас есть слушатель Хорошо Я свой вопрос Тогда задам попозже Все для слушателей Добрый день Добрый день Как вас зовут? Надежда Да, Надежда Вот я хочу Задать вопрос За хранение денег В банке Положены проценты Вот Какие проценты И кто пользуется Этими процентами Идут ли они На счеты Вот этих средств Пополняется ли Счет регионального Оператора Процентами Которые Набегают Скажем так На всю сумму Собранную из горожан Добрый день Надежда Я могу вас успокоить Что проценты Начисляются И когда После перехода На спецсчет Перечисляется Вся сумма С учетом Накупленных Процентов Этими процентами Если вы подразумеваете Регионального Оператора Ими не пользуются Они копятся И То есть Входят В этот Общий фонд Они входят И могут Использоваться По закону Только на цели Капитального ремонта И не на какие Другие цели Вот видишь Как всегда Люди хотят знать Не только Сколько платить А куда Это все Уходит Ну правильно Конечно Особенно Если не мне Обидно Я же плачу Надо чтобы Мне уходили Деньги Ну я просто Слушателям Нашим поясню Тем кто может быть Еще не знает Что зайдя на сайт Фонда капитального ремонта Можно посмотреть Информацию По своему дому Посмотреть Уровень Собираемости Платежей По вашему дому В процентах Посмотреть Накопленную сумму К этому моменту Посмотреть Проводились ли в вашем доме Какие-то работы По капитальному ремонту Сколько денег За это было списано Ну и соответственно Если вдруг Вы задумаете Переходить со счета Регионального оператора На отдельный счет Своего дома Вы будете понимать Какую сумму Вы получите Когда будете переходить То есть деньги Те которые Платил человек На счет регионального оператора Точнее платил дом Они вместе с домом Уходят потом Если что Конечно Если человек Какой-то инициирует Создание отдельного счета То эта сумма Тоже остается за домом Я хотела задать вопрос По поводу сокращения сроков Перехода Изначально Когда законопроект Только заявлялся Предполагалось Что это будет Два месяца всего Занимать этот процесс Было такое предложение По крайней мере Да Как в некоторых Других регионах страны Потом Предлагалось Четыре месяца Я так понимаю Что фонд капитального ремонта Предлагал полгода Или год По-прежнему оставить Но мы предлагали И год Потом мы предлагали Девять месяцев Но в конечном итоге То есть движение Что так С двух сторон Торговались Как обычно Наверное Да То есть остановились На полугодия Я бы хотела еще Чтобы вы пояснили Нашим слушателям Все-таки Вот чем Чреват может быть Переход на отдельный счет То есть Плюсы мы все понимаем Есть сумма денег Которыми распоряжается дом Ты знаешь Всегда Сколько у тебя денег Ты понимаешь Там общественное собрание Собирается На что эти деньги Можно потратить И можешь контролировать В ситуации Когда твои деньги Находятся на счету Регионального оператора В общем котле В общем котле Эти деньги Могут быть использованы Не на нужды Твоего дома В какой-то определенный момент Но с другой стороны Когда дойдет очередь До вашего дома И вам не будет Хватать накопленных средств Я так понимаю Что другие дома Точно так же с вами В кавычках скажем Поделятся Вот этими накопленными средствами Так это или нет Ну примерно так Тут скорее Это не слово чревато А какая ответственность Риски Да Возникает перед собственниками Это в первую очередь Это обязанность распоряжаться Именно и нести ответственность За эти накопления И за целевое использование То есть Собственники должны Принять решение Ну если они Протоколом собрания Решили провести ремонт Они должны Ну выбрать лицо Уполномоченное На подписание документов Они самостоятельно Выбирают подрядчика И риски То есть Какой это подрядчик То есть Квалифицированный Неквалифицированный То есть Провести строительный контроль Выполненных работ Кроме того На собственников Это Влечет Такие обязанности Это контроль За поступлением Денежных средств Потом За выпуск Платежных документов На оплату взносов То есть Они самостоятельно Также принимают решения Определяют организацию Которая будет Готовить Ну Те же квитанции И направлять Собственникам А вопрос такой Работа с неплательщиками Тоже на них Ветх Но я еще до этого Не дошел И Такой Тоже серьезный вопрос Это работа с неплательщиками А именно Взыскание задолженности Но сегодня У нас собираемость Не стопроцентная А пакировать сейчас Сколько В районе Восьмидесяти процентов Наверное Или побольше Нет Вот если брать Этот год То у нас уже Выше девяносто процентов Но с учетом Старых долгов У нас эта цифра Порядка Восьмидесяти семи процентов Понятно Если брать Уже вот Восемнадцатый год У нас более девяносто процентов То есть растет Как бы уровень Дисциплинировать Уровень растет И те должники Которые изначально Не заплатили Вот их долги висят И вот с ними Как раз И необходимо Провести работу По взысканию задолженности Но это не только Физические лица Это есть И юридические лица А как А поскольку Спецсчитания у нас Ну в основном Львиная доля Это новые дома В которых есть И встроенные помещения Цокольные этажи Где в основном Юридические лица Находятся То есть Работа не только С физическими Но и юридическими То есть Объем работы Очень большой То есть А контроль Б Работа с должниками Есть еще одна Вещь Такая вот Ну для меня Например Нет определение подрядчика Извини Можно промахнуться Это очень сильно Ага Понимаешь Если ты не специалист На этом рынке Условно говоря Да Приемка работы На любые вещи И принять работы там А потом через год У тебя все это И подрядчика нет Так еще Вот Риск-то очень большой Немаловажный вопрос Если не хватает денег На какие-то работы То что происходит Их откладывают Их откладывают Нет В этом случае Собственники Если мы говорим О спецсчетах Они должны установить Протоколом собрания Иной размер То есть Выше минимального Взноса То есть Просто собирать больше денег Да Собирать больше денег Чтобы Чтобы Вот эти работы Можно было выполнить Конечно В случае Если внезапно Случается что-то Вот форс-мажор Какой-то Не знаю Там зимой полетел Бойлер Условно говоря Внизу Отопительный А у дома Спецсчет А денег Не хватает На замену Ну наверное Здесь В общем Собранием Принимается решение Да Собрание Принимает решение Или собрать Эти деньги Добровольно Либо взять кредит В банке Это я просто Сейчас Сейчас пытаюсь Понять Вот сколько Всего получат Люди Которые вдруг Изменят Схему Есть свои риски Свои плюсы Давайте о плюсах Мы о плюсах Говорили уже сегодня Один плюс Который не назвали И он такой Достаточно интересный Это когда вы накопили Две трети От необходимой суммы Вы можете перестать Эти деньги Собирать Как это Ну здесь надо добавить Что две трети Накопили Это от всей стоимости Капитального ремонта Всех работ Которые необходимы Ну которые в плане То есть Ну если это допустим Там 20 миллионов То собственники Две трети накопили 6 миллионов Или Нет не 6 12 Да 12 миллионов Они принимают решение При остановке То есть Накопили сумму И собственники Перестают платить То есть До того периода Пока эта сумма Не уменьшится То есть Они пронесут ремонт Кроме этого Какой еще есть плюс Что собственники Когда средства Находятся на спецсчете Они имеют Право Принять решение О проведении ремонта В более ранний срок До срока Наступления его По программе Капитального ремонта То есть Вот Необходимо им Выполнить ремонт Они Все принимают решение В более ранний срок То есть Получается у них Как-то Более гибкий Такой график Более гибкий Они полностью Самостоятельно Решают все вопросы Ремонта Вот Для вас Как для оператора Регионального Капитального ремонта Тот факт Что есть Ну вот Сколько вы говорили 11 процентов По моему Домов у нас сейчас Имеют отдельные счета Остальным занимаетесь вы Вот То количество Домов Которые отдельно От вас Существуют Само по себе Если оно будет расти Для вас это выгодно Или не выгодно Ну нам вот На сегодня У вас нагрузку Может быть Это снимет На сегодня Ну да конечно У нас Работы будет меньше То есть Ну вы позитивно оцениваете Вот эти вот изменения Мы не ставим себе вопрос Выгодно Или не выгодно То есть Это решение собственника Мы даже не рассматриваем Выгодно Выгодно Так сказать Надо просто Соблюдать его И все Получается Так Сергей Николаевич Там смотрите Вот время уже прошло Мы уже говорили про это Чуть пораньше Что нарабатывается Какая-то практика И поэтому В последнее время Напоминаю Что Перейти на спецсчет Это только Полеизъявления Добровольно Но ведь Есть ситуации Когда законодатель Прописал Какой бы у вас Замечательный спецсчет Неба При невыполнении условий Возвращайтесь обратно В общий котел Так Так и что же это за условия Это собираемость Ага То есть Если Менее 50% Собираемость То Да Государственная жилищная инспекция Уведомляет об этом Регионального оператора А в дальнейшем Если они не принимают Меру Орган местного Самоуправления Своим Нормативным актом Обратно Переводят То есть Это уже без участия Жильцов Не надо собираться Общим собранием Да То есть это вот Как раз Та ответственность И риски По собираемости Михаил Кузьмин Сергей Улитин В нашей студии Говорим о капитальном ремонте И о ЖКХ В целом Вернемся к теме После небольшой рекламы Программа Дневной разворот Продолжается В студии Наши Сергей Улитин Михаил Кузьмин Говорим про капитальный ремонт Вот сейчас Конкретно Про капитальный ремонт Конкретно Вы говорили в перерыве Как раз Про подрядчиков Вы поняли Потому что Я говорю Что эти люди Которые переходят На отдельный свой счет В них очень сильно Возникает риск Налететь на недобросовестного Подрядчика И почему Вот как раз Сейчас я думаю Михаил Алексеевич Пояснит Потому что Как устроена система Отбора подрядчиков В фонде Ты так Ее сам Организовать Никогда не сможешь У тебя просто не хватит Нет Ну некоторые Может быть И организуют Конечно Но это будут не все Может быть и повезет Это будут не все Может и повезет Но это уже получается Лотерея А там понимаешь Это все поставлено На научную основу Нет Мы не призываем людей Оставаться в фонде Капитального ремонта И продолжать Просто рассказываем Как это происходит Рассказать Михаил Алексеевич Расскажем Вы сказали Что это один из рисков Недобросовестные подрядчики Что вы с ним делаете Ну действительно У нас Ну во-первых Подрядчики Отбираются В соответствии С 615 Постановлением Правительства Российской Федерации То есть строго Регламентирован Отбор Он двухступенчатый Сначала Формируется Предварительный Отбор Реестр Подрядчиков Он у нас Сформирован Там Порядка 60 Организаций Если мне не изменяет память И В дальнейшем этапе Когда фонд Проводит аукционы В этих аукционах Аукционы На понижение цены И имеют право На электронной площадке Только участвуют Те подрядчики Которые В этом реестре То есть По ремонтным работам Один реестр По проектным работам Другой реестр По строительному контролю Третий реестр И по ремонту Замене лифтового оборудования Четвертый реестр Соответственно Если Собственники Формируют на спецсчете У них нет Такой обязанности В соответствии С каким-то Нормативным актом То есть Они могут Просто договориться Со знакомой бригадой Так и происходит Зачастую Так и получается А кто контролирует Качество Тоже жильцы Тоже самостоятельно Кроме этого Ты можешь заплатить Деньги для Привлечения Контролирующей Организации Но за это тоже Надо будет платить За это надо тоже Платить Безусловно Кроме того У нас для подрядчиков Установлен жестко Срок Не менее 5 лет Гарантийный После проведения Работы Также В наших договорах Подряд Обязательно Это предусмотрено Это обеспечение Контракта То есть до 30% То есть собственники Вносят Подрядчики Вносят залог Они вносят залог То есть или деньгами Или банковской гарантией И в случае каких-то Форс-мажорных обстоятельств Или невыполнения работ То есть это обеспечение Оно может быть оставлено Как часто вы сталкиваетесь С недобросовестными подрядчиками Или теми Кого по гарантии Потом вызывать приходится Я сейчас договорю Давайте Кроме этого У нас предусмотрены Штрафные санкции За нарушение срока Выполнения работ Ну вот Что у себя В договорах Собственники На спецчитах Мы не знаем Что они предусматривают То есть Таких обязанностей У них нет То есть это все На откуп Решение общего собрания Ну а что касается Наших подрядчиков По договору С региональным оператором Ну здесь мы Штрафные санкции применяем Ну активно За нарушение сроков Также у нас были И расторжение договоров Ну то есть Мы Свою Свою обязанность И право Мы реализуем Как часто это происходит Ну вот Недобросовестные подрядчики В процентном отношении И есть ли какая-то динамика То есть меньше Ли их становится Вот таких Или больше Ну их становится Мне кажется Меньше Просто Все-таки Они несут ответственность Ну в основном У нас это За нарушение срока Применяются Штрафные санкции А вот интересно Штрафы куда идут? В бюджет государства? Нет Они идут не в бюджет государства Они на счете фонда Аккумулируются Ага То есть вам выгодно На самом деле Нет Нам не выгодно В смысле Не вам Как организации То есть штраф идет За нарушение сроков А нарушение сроков Это нарушение В целом Реализации программы Нам это абсолютно Не выгодно Ладно Теперь понятно На счет подрядчиков Аня Да Ну в целом Система отбора Все-таки Она дает В целом Понятно И я в очередной раз Утверждаюсь В мысли своей Что заводить Отдельный счет Организовывать Вот эти все работы По переходу За счет регионального Оператора На отдельный счет Имеет смысл Только тогда Когда дом у вас дружный Когда нет проблем Собрать соседей На общее собрание Когда есть Размышленные Когда есть специалисты В этом доме Которые могут Многие эти вопросы решать Или просто активные граждане Потому что если Условно говоря Тебя назначить старше Я почти уверен Ты очень умная девочка Ну ты кого напортачишь Ты потом Да Я не разбираюсь Конечно Хорошо когда есть Насчет специалистов И того нужно ли Иметь специальное образование Для того чтобы Сделать из своего дома Может быть Ну вот Не сказку конечно Там да Но такой Как это говорилось В советское время Сергей Николаевич Дом высокой культуры Быта Дом высокой культуры И быта И быта Вот так это было Образцового содержания Образцового содержания Вот Я Почему перехожу К этой теме Потому что еще одна новость Такая довольно интересная У нас есть И хорошая Кировский управдом Стал лучшим в России Сказал нам Сергей Улетин Когда пришел Да Это так Так Ну-ка подробности Кто Где НПЖКХ контроль Проводила Всероссийский конкурс Принимались заявки С 1 февраля По 1 апреля Этого года И с 15 апреля По 15 мая Проходило Голосование Голосование Открытое Голосование на сайте И были Три номинации Лучший управдом Лучшая управляющая компания И лучшая ДСЖ Угу Была очень непростая Борьба На сайте Номинанты Они сами туда заявлялись Или как-то туда Кто-то делегировал Они заявлялись сами У нас в Кирове Мы помогли Пересылали информацию Там надо было написать эссе Рассказать о успехах Которые вы достигли В том числе Надо было послать Какие-то фотографии Которые бы показывали Эту работу Видимо До и после Документальные свидетельства То есть такой Целый набор Критериев был По которым Оценивалась Оценивалась вся страна И Поэтому Когда Идеальных Ну не идеальных А таких Достойных поощрения Работы стало больше Чем 1-2-3 То было принято решение Расширить Круг награждаемых И По крайней мере По советам Нагвартиных домов 14 победителей По стране По стране Мы открываем Мы следили Сергей Николаевич Можно еще такой вопрос А много ли заявилось Вообще в стране Нет данных По числу участников У меня таких данных нет Но Порядок хотя бы цифры Или все ли регионы Участвовали Участвовали Если даже по победителям Смотрите За нами идет Самарская область И я могу сказать Что последние Две недели Мы вот что называется Вот так вот Даже дополнительно В социальных сетях Просили проголосовать За наших И поддержать Потому что там Разрыв был Порядка 50 голосов То мы вырвались То Самара вырвалась Московская область Рязань Курск Ульяновск Башкирия Башкортостан Баруниш Это у вас сколько Тут страничек С победителями 4 по-моему 14 победителей 14 победителей Это старшие Управдомы Вот это суперуправдомы Которые Где наш как раз победил Да Управляющая компания Образцовая 10 Там к сожалению Наших нет И ТСЖСК 9 Наших тоже нет Но управдом есть И давайте наконец Назовем его имя Уже все таки И дом Которым он управляет И куда можно сходить На экскурсию На самом деле Кстати хорошая платная услуга Он может устроить Экскурсия У них с платными услугами Нормально Они в общем-то И стену свою сдают Под рекламу Карла Маркса 129 Лимонов Дмитрий Александрович Давайте поздравить Дмитрия Александровича С победой Поздравляю Дмитрию Александровичу А Дмитрию Александровичу Что-то за это полагается Кроме почета и уважения Как минимум полагается Почетный знак Который можно использовать И в средствах массовой информации И в трудовой деятельности Дом Карла Маркса 129 Это дом на перекрестке Карла Маркса И улицы Пролетарской Я напоминаю Не совсем на перекрестке Чуть-чуть подальше Девятиэтажный дом Четыре подъезда Причем не самый новый Не самый новый Это дом Один из таких Который там возник Первый То есть это начало 80-х Или конец 70-х Где-то вот Постройка Скорее всего конец 70-х годов Где-то так вот Так Дмитрий Александрович Чем отличился? Дмитрий Александрович Отличился Эссе И результатами Которые он достиг Он фотографии прикладывал Конечно Но если вы посмотрите О его На самом деле Он старшим по дому Является всего 4 года Так И это достаточно молодой человек Насколько я понимаю То есть ему еще нет 30 лет Да То есть Просто активная позиция Вот Вот так вот Не всегда пенсионеры занимаются этим Отошедшие отделы Военные пенсионеры Как у нас были Да Часто в студии И у нас же как бы принято Да Там маленькая управляющая компания Вот они там такие хорошие Большие монстры Там они Всегда дома там ужасные Это пример того Как в Ленинской Этот дом А управляется Ленинской компанией Ленинская компания Управляет Вполне Диалог выстраивает Он об этом сам говорит Что мы находим Механизмы По которым В общем-то Начали с бачков Во дворе Сделали их закрытыми Двор стал чистым У них там таким Дом То есть у них не ТСЖ У них форма все-таки управления Это вот управляющая компания Да Конечно Это не мешает им ремонтировать фасад Это не мешает им Устанавливать камеры Камеры Он вообще за свой счет Установил в подъезде Это не мешает им Организовать и сдавать в аренду Под рекламную компанию Стену здания Ремонтировать фасады Они Самое большое их достижение Они поменяли все кабины лифтов А вот этот вопрос Я так поняла Из публикации В интернете Что все Скажем так Улучшения в доме Которые делались Они делались В рамках графы Текущее содержание Ремонт А замена лифтовых кабин Это разве не капитальный ремонт Или капитальный Так Два специалиста задумались Лифтовые Оборудование Оно подразумевает Полностью То есть Это и лебедка А и механизм Подъемный механизм И так далее Капитальный ремонт То есть Когда меняется полностью Кабину может быть Отремонтировали Как правило Больше чем уверен Они поменяли только Облицовку Которая знаете Старых домах И кнопочки И царапан Которые прожженные Плафон Который находится На крыше кабины Скорее всего Ремонт ограничился Вот этим Мольше чем уверен Это не капитальный ремонт Это не капитальный ремонт Это текущий ремонт Это текущий ремонт Поменяли Но тем не менее Ну вот Это яркий пример Того что Вот когда есть Один активный Житель Который Находит время То Результат Что называется Налицо То есть Даже ТСЖ организовывать Не обязательно Если Выстроить Отношения С управляющей компанией Требовать При любой форме Управления дома Можно достичь Каких-то результатов Было бы желание Ну что ж Мы благодарим Наших гостей На этой приятной В общем-то Новости Уходим Из эфира На лапшина Николай Голиков Сергей Улетин И Михаил Кузьмин Были в нашей студии Я с вами не прощаюсь Через 20 минут Особое мнение Субтитры сделал DimaTorzok